По настоящее время в Азербайджане 379 граждан подорвались на минах, 70 из них погибли. В Азербайджане ведутся активные работы по очищению освобожденных территорий от мин и неразрывавшихся боеприпасов. Моя коллега, корреспондент СБС, Паредуня Малиева, расскажет подробнее. Съемочная группа СБС находится на территории села Городис Физулинского района. Здесь полным ходом идут работы по очистке от мин и неразрывавшихся боеприпасов. В целях устранения последствий минной проблемы правительством Азербайджана проводятся широкомасштабные операции по разминированию, просветительские кампании по информированию общественности об опасности минной угрозы, а также меры по поддержке и реабилитации жертв мин. В этой связи для обеспечения безопасной и эффективной очистки территории от мин и неразрывавшихся боеприпасов применяются передовые технологии и методы разминирования. В интервью телеканалу СБС руководитель процесса очистки от мин Габиль Бабаев подробно рассказал о проделанных здесь работах. Давайте послушаем. После освобождения Физулинского района агентство Азербайджана по разминированию приступило к очистке территории от мин. Первоначально приоритет отдавался крупным инфраструктурным проектам. От взрывоопасных предметов была очищена автомобильная дорога городис Зангелан, а также линия электропередач железной дороги городис Агбент. Кроме того, была проведена очистка территорий по маршруту Ахмедвели-Шуша, а также прилегающие территории озера Кёндалян, города Физули и близлежащих сёл. Работы по разминированию на этих территориях всё ещё продолжаются. На сегодняшний день удалось разминировать более 161 тысячи гектаров территории. Уничтожено более 157 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, было отмечено, что существуют две основные категории наземных мин – противопехотные и противотанковые. Противопехотные мины меньше, чем противотанковые, и сконструированы для убийства и ранения людей. Для их срабатывания требуется небольшое давление, иногда всего лишь от 5 до 15 килограммов. Противотанковые мины же предназначены для уничтожения таких транспортных средств, как танки и бронемашины. И для их срабатывания требуется гораздо больше давления, обычно более 100 килограммов. Наземные мины – это настоящее преступление против человечества. Пластиковый пакет в океане разложится за 200 лет, а мина – никогда. Мины продолжат загрязнять окружающую среду. Может произойти утечка продуктов, разложение тротила, что приведёт к загрязнению почвы и подземных вод. Также диоксид углерода в результате взрыва отравляет атмосферу. После каждого взрыва противотанковой миной выделяется 29 килограмм диоксида углерода. Также отмечу, что из-за мин задерживаются и возвращение вынужденных переселенцев на родные земли и восстановительные работы. Азербайджан входит в пятерку стран мира по минному загрязнению. Число жертв мин после окончания 44-дневной Отечественной войны в 2020 году составляет 361. К сожалению, эта цифра с каждым разом растёт. Непредоставление точных карт ещё более усугубляет проблему. Деятельность по разминированию направлена на создание безопасных условий для людей. Эта деятельность составляет основу восстановительной работы и социальной политики. Данный процесс займёт годы. Однако структура Азербайджана, действующая в этом направлении, АНАМА, Агентство Азербайджана по разминированию, в этой связи работает продуктивно. АНАМА, 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 А